Улыбки летней ночи Из его наследия невозможно представить шведский кинематограф Он – огромная фигура в шведской культуре Когда он начинал снимать фильмы, то сразу создавал хорошее кино Фильмы, которые были попыткой уловить понимание шведов о честности, смерти, о противостоянии темного со светлым Фильм об Ингморе Бергмане журналист Хюнок Палас начал снимать в 2010 году Сначала это были шесть серий документальных программ для шведского телевидения Потом свои труды автор объединил в полнометражное кино Основные сцены сняты в доме легендарного режиссера на острове Фарио Он жил там с 60-х годов, умер в 2007 Съемки в буквальном смысле вторжения к Бергману При жизни режиссер никого в свой дом не впускал В одной из комнат огромный стеллаж с кассетами Бергман, живя на острове, смотрел по три фильма в день Ларс фон Триер, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен Вместе с авторами картины о Бергмане гостями в его доме стали режиссеры с мировым именем В фильме уникальные кадры со съемочных площадок и любимые пейзажи Бергмана на острове Фарио Очень трудно, когда такие фигуры, как Ингмар Бергман, уходят от нас И как нам создать такой мемориал ему, чтобы позаботиться о его наследии, которое он оставил для нас И одновременно не затмить молодых режиссеров Я считаю, что этот фильм именно такой Попытка возвысить Ингмара Бергмана, не ударяя по таланту молодых создателей кино Фильм Хюна Капаласа уже увидели в Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске и Ульяновске В апреле его планируют показать в Калининграде А для самарцев дни шведского кино не заканчиваются Последние сеансы в кинотеатре художественной пройдут завтра Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События